Ребята, всем привет! Меня по-прежнему зовут Евгений Панюта. Я сейчас отдыхаю в Египте, курорт Шарм-эль-Шейх. Отель называется Марина Шарм. Бухта Наама Бэй. Сейчас не слишком раннее утро, но утро. Завтрак уже начался. Мы постепенно собираемся. Алла вот тоже собирается, одевается. Я на нее смотрю, но вам ее не покажу. Вам такое видеть нельзя. Только мне можно. И папе, и маме. Да. Ну в детстве же можно было, значит и сейчас. И сестра Оля может смотреть. А вообще я вышел на балкон, чтобы проверить, какая сегодня погода. Потому что вчера вечером она так знатно испортилась. Сильно усилился ветер. Было прям не слишком комфортно. Мы под вечер решили еще пойти покупаться. Вместе с Аллой. Я же наконец-то Аллу затянул в Красное море. Так вот. Алла очень долго и долго заходила в воду. Там же просто глубина набирается постепенно. И Алла прям по миллиметру охлаждалась. А когда уже окунулись и акклиматизировались, то вода, конечно, класс. 24-25 градусов. Она реально теплая. Просто что ветер обдувает и получается вот такая коллизия. Потому что мы, когда накупались и наплавались, то вот выходить было вообще некомфортно. Вышли там, обсыхаем. Ты понимаешь, что когда ногами стоишь в море, то вода, чай. Но ветер вносит свои коррективы. Так вот. Вышел посмотреть, что сегодня. Ну, конечно, сегодня другой у меня микрофон. И вам, наверное, ветра не слышно. Но я думаю, по пальмам видно. Что пальмы все же шатаются. Ветер есть. Правда, я сейчас стою на балконе. Здесь относительно безветренное место. Так я вам скажу, что жарко. То ли, что я вчера еще немножко начинаю подгорать. Либо подгорел. То прям жарко-жарко. Еще футболка темная. Но думаю, если подойти к морю, то все-таки с утреца еще будет свежовато. Ну, может, я надеюсь, ветер немножко стихнет. Градусов на улице станет еще больше. И отдых будет все круче и круче. Так, люди там уже завтракают. А мы что, не люди. Так что идем на завтрак. Алла услышала от меня о ветре. И все. Идет в курточке. Ветровочке. Но это другая камера. И ветер теперь, я думаю, вам слышно. Присутствует. Флаг шатается. Пальмы шатаются. Солнце светит. Солнце светит. Территория отеля небольшая. На завтрак, обед, ужин. Идти недалеко. Вот уже, грубо говоря, ресепшн. И сразу же там находится столовая. Обычно здесь при входе стоит молодой человек и записывает номер комнаты. Но сегодня его нет. А до этого все дни, что мы были, нас спрашивали, из какой мы комнаты. Стандартно, за ишницей. Ребята, весь ассортимент питания мы покажем в отдельном видео. А пока мы просто себе набрали вот такой завтрак. Меняются отели, меняются курорты, меняются страны. А завтрак у нас всегда стандартный. Это яичница, фета, овощи. Ну, для разнообразия сосисочки и фалафель. Что ты хочешь? Сосисочку. Что, что? Сосисочку. Правда, мы сейчас без кофе. Кофе мы решили попить чуть позже. И что чуть позже, и где его будем пить, мы покажем чуть позже. И объясним почему. В общем, приятного нам аппетита. А вот, когда возвращаемся назад, молодой человек уже появился. Проспал он нас, проспал. А так обычно он присутствует. Новые туристы приехали. Люди только просыпаются, идут на завтрак. А мы уже с кофе. Горячий кофе, кстати. А-та-та. Итак, вернулись мы уже к себе в номер. И давайте же расскажу, в чем же прикол с кофе. Постоянные наши зрители знают, что мы с Аллой кофеманы. Мы обычно, когда утром только-только проснулись, любим выпить стаканчик, чашечку кофе. Неважно, это мы дома, либо на отдыхе. А на отдыхе так тем более. Когда ты располагаешься в отеле, мы с утреца всегда просыпаемся. Например, когда все еще спят, мы можем там до рассвета проснуться, пойти в бар. Обычно это бар, лобби-бар. Берем кофе и сидим, наслаждаемся видом. С отеля на море, куда есть вид, туда и смотрим. Но в Marina Charm, получается, есть, по факту, как объяснить. Ну, баров, типа, достаточно, но они работают немножко криво. Получается, есть бар около пляжа, но он находится через дорогу. Есть бар, получается, вот этот, где за моей спиной сцена стоит. Сцена, вот эти стулья, столики, где вечерняя анимация. Там есть бар. Он работает с пяти вечера до десяти. То есть, сейчас он не работает. Есть, конечно, в столовой. Баром это можно назвать? Ну, пункт, где можно взять какую-то жидкость. Там мы взяли кофе. А вот какого-то лобби-бара здесь нет. Есть около ресепшена бар, но он, кстати, круглосуточный, да? Но он платный. Он тупо платный. Не важно, что у вас all-inclusive, не all-inclusive, что вы там пришли днем, не ночью. Все равно он платный. Мы вчера заглянули, спросили, поинтересовались, сколько же стоит чашечка, либо стаканчик латте. Мы себе придумали, что мы проснемся, часиков, например, в шесть, полшестого, выпьем кофе и пойдем встречать рассвет. Тогда мы сказали, три бакса. Три бакса одна, это, чашка. К чему же веду? Мы любим пить кофе с каким-то видом, наслаждаться солнышком, палящим солнышком. Видите? Курточку Алла сняла, ветровочку вот эту, потому что здесь ветра на балконе нет и очень жарко. Муха, уйди. Так что мы сейчас посмотрим на бухту Наама-Бэй. Бухта Наама-Бэй. Попьем кофе, подгорим немножко, мух погоняем. Короче, ребята, по поводу, всех интересую часто, есть ли комары. Комары вечером есть, но когда есть ветер, то комарики, они существа легкие, их сдувают. А вот мухи, цокотухи, капец просто. Мухи есть. Так, будем мы пить кофе, хоть он еще и горячий, но неохота пить его холодным. А дальше у нас есть не то, что глобальные планы, но планы поисковика. Будем искать интересное место. А для чего, сейчас расскажу. Что же это за интересное место? Смотрите, как вы знаете, мы любители встречать рассвет. И не только любители им наслаждаться. Но я люблю снимать рассвет, чтобы вам потом показать. А вам это тоже нравится. Вы очень часто лайкаете, что в моем инстаграм. Обязательно подписывайтесь. Там же розыгрыш подарков будет. Не забывайте об этом. Что на ютубе? Всем нравятся рассветы. Но так как мы отдыхаем в бухте Наама-бэй, то рассвет встретить можно. Но нравится встречать восход солнца, когда оно появляется либо из-за моря, или же в случае Шарм-эль-Шейха это солнце может появляться из-за острова Тиран. Но как? Как? Так как бухта Наама-бэй немножко бухта, то нету грани моря. Бухта как бухта. И вот мы ищем такую точку, локацию, откуда можно было бы снять этот рассвет. И если посмотреть за нашей спиной, вот есть... Возвышенность. Есть возвышенность. Я имею в виду, есть отель Лид Шарм. А по правую сторону, вот то вверху, как там, Регнум Холоми. Регнум Холоми. Вроде бы трехзвездочный отель. И мы сейчас попробуем вот туда прогуляться, где-то найти какой-то обрыв с красивым видом. С красивым видом. Как раз исследуем территорию. А если не получится, то придется, наверное, обогнуть всю бухту и пойти вот к тем местам. По ту сторону моря. Пошли исследовать. Так, мы нашли первую локацию, более-менее подходящую. Это просто по прямой спустились от Марина Шарм по улочке вниз. И вот прям открывается вид с бухты. Вот остров Тиран. В принципе, можно снять рассвет. Где-то оттуда будет солнышко подыматься. Но дело в том, что вот я вам сейчас показываю Аллу. Можно бы еще камеру поврёщить влево и вправо. Но тут что-то очень много полиции. И они на нас так косуют, потому что я с камерой тут снимаю и общаюсь, что что-то я не хочу крутить туда-сюда камерой. Я снимаю море. Ну, знаете, по левую сторону от меня сколько? Четыре человека, да? Пять. Пять человек. А по правую? Пять. Пять? Десять человек. По пять полицейских на одного туриста, да? Съемка под охраной. Съемка под охраной? Прикольно. Так что локация вроде бы хорошая. Это вроде бы какой-то дайвинг-центр. Походу здесь стартуют и куда-то плавают. Но нас интересует вот та скала. Интересно, есть ли проход. Сейчас мы узнаем, но это, возможно, территория отеля. Но ступеньки есть. Попробуем туда прогуляться. Получится, не получится, не знаю. Но одну галочку для рассвета мы уже поставили. Если что, снимем под охраной. Хотя, знаете, мы тут сместились чуть правее. Полицию уже так не смущаем. И здесь, в принципе, завтра утречком можно разместиться. Если, конечно, нас не прогонят. Здесь есть вот такие прям видовые стулья. Правда, немножко старенькие. Алла говорит, может, это был какой-то, как назвать, ну не мор-вокзал. Пункт отправки. Ну, наверное, да. Пункт отправки какой-то. Потому что стульчики есть, но все они какие-то пыльные, грязные. Такое ощущение, что ими очень давно не пользовались. Зато есть стульчик. Есть вот такой вид на скальные обрывы. И главное, что открытый вид на море. Все, походу мы нашли локацию. Но интерес берет вверх. Идем в ту сторону. Да, конечно, идем. Мы только что с Аллой встали вот там вверху. А потом увидели, что есть ступеньки на вот такой пляж небольшой. Спустились сюда. И как начали фотографироваться, я не знаю, сколько десяток фотографий мы сделали. Локация просто шикарная для фотосессии. Так что, если вы отдыхаете в Наама Бэй и хотите запилить такие, знаете, безлюдные фоточки, с красивым видом на море, тем более с красивым видом на вот такие скалы, то идите по дороге мимо Марина Шарм, спускайтесь вот в это место и с удовольствием здесь фотографируйтесь. Просто шикарное место. И главное, что нет людей. Причем мы только что встретили парочку туристов. Они гуляли вот в ту сторону. Вот там за скалы. Говорят, что там присутствует дикий пляж, на котором, естественно, нет людей. Можно прогуляться, мы сейчас поднимемся чуть выше, посмотрим, как там виды. Но место немножко все же опасное. Видите, какие валуны и скалы висят. Пока что висят, стоят. А вдруг упадут? То есть не слишком безопасное место. Но красивое. Шикардос! Поднялся я на пару камушков вверх. Вот такой там этот каменный безлюдный пляж. Да, безлюдный, но, если честно, ничего особенного. С учетом, что здесь такие довольно острые камни, босыми ногами будет неудобно идти. А обувь бывает немножко скользит. Так что так себе удовольствие лазить. Ну и в принципе... Ну если вам нужно уединиться, конечно, можете уединиться. Никто за вами подсматривать не будет. А если просто сделать фотосессию, достаточно просто вот этого места. И все. Еще раз покажу пару ориентиров для поиска той локации красивой. Вот за моей спиной один из корпусов Marina Charm. Вот Lida Charm отель. И вот за моей спиной две такие дороги. Но это просто кольцевая дорога. Там автобусы разворачиваются. Вот спускаетесь вниз, либо туда, либо сюда. И там оно и будет. Вот это место. А это дайвинг-центр. Вот это здание, я так понимаю. Теперь у нас попытка добраться в еще одну фотозону с видом повыше. Мы, правда, уже и так повыше. Как видите, уже потрясающий вид на бухту, на Амабей. Но топаем. Правда, мы только что встретили туристку и спросили, там есть какой-то свободный проход, какая-то смотровая площадка. Говорит, нет. Там просто территория отеля. Фух, я уже вижу парня. Сейчас попробуем у него напроситься, прогуляться, сделать пару фото. Ребята, все получилось. Попросили парнишу прогуляться, сделать пару фото. Без проблем. Нас пропустил. Вы посмотрите, какой шикарный вид на бухту на Амабей. То, что вы видите с этого пляжа, то не то. Блин, у меня то ли от ветра, то ли от вида. Аж мурашки по моей лысой голове, полулысой голове, по лысому затылку. А, окей. Сказал, что дальше нельзя. Короче, вот до сюда дойти можно. Смотрите. Ну не шикардос ли? Ставь лайк, если шикардос. Итого, наша вылазка в поисках красивых мест увенчалась успехом. Да, мы нашли не только хорошую локацию для завтрашней съемки рассвета, но и просто шикарные фотозоны, которые подарили нам море впечатлений, эмоций и, конечно же, фото в наш семейный фотоальбом. На этом это видео мы будем заканчивать. Но впереди вас до сих пор ожидает еще много и много выпусков с Египта. И вот чтобы их не пропустить, обязательно подписываемся на канал, лайк, колокольчик и снова скоро увидимся. Всем пока! Пока! Пока!